Субтитры создавал DimaTorzok Намаскар. Захотел сказать пару слов о пути героя. Меня на эти мысли вдохновляет один стих на санскрите. И там говорится, что от самого рождения... Вот ты родился... Все люди, без исключения. С рождения человек является пашу. Пашу значит материалист. Материалист или пашу переводится как человек с животной психологией. То есть тело человеческое, а психика животное. Это значит, что система мотивации у человека она не внутренняя, то есть она не идёт из души. То есть человек не проснулся, как духовное существо. Его мотивирует что? Его привлекает удовольствие и отталкивает опасность. Искать удовольствие, избегать опасности. Страх, жадность — вот эти вот вещи управляет. И человек — это такой набор автоматизмов, биологическая машина, которая реализует вот эти вот программы. Поиск удовольствия, избегание боли или неприятностей. А на следующей фазе, когда происходит духовное пробуждение, когда оно происходит? Оно происходит тогда, когда ты задал себе важные вопросы и ответил себе на эти важные вопросы. Всё. С этого момента рай потерян. С этого момента счастье в невежестве, оно больше не доступно. Потому что ты получил ответы. И ты вот задал себе вопросу, кто я такой, для чего я живу, каков мой путь в этом мире, что я должен сделать, что есть эта вселенная, как жить правильно, как неправильно. И вот ты получил это знание. Знание человек получает либо из внешнего источника, спрашивая у мудрого человека, либо из внутреннего. Обращаясь внутрь к себе, внешне ещё можно как-то отвергнуть. Но когда ты внутри слышишь эти ответы, и тебе очень сложно их отвергнуть. И вот это вот происходит пробуждение. Ты осознаёшь своё духовное начало. И вот тут не путайте, пожалуйста, духовность, материализм — это именно животное существование. Не спутайте атеизм, религию. Но это не про это. То есть человек, на мой взгляд, человек может быть атеистом, но при этом духовным человеком. Формально он атеист. Я там не верю в Бога, ещё что-то. Но я задал эти вопросы, и я узрел, услышал, понял своё предназначение. Вот, например, читаешь Ефремова, советский автор, писатель-фантаст. И я понимаю, что это же духовный человек писал. Может быть, формально он был атеистом, но по факту он был духовным человеком, потому что человек задал себе важные вопросы, и получил на них ответы. И вот это следующая стадия, стадия пробуждения — ты проснулся. Люди спрашивают, а что такое пробуждение? Что значит проснуться? Проснуться — это осознать свою духовную природу. Финальная стадия — это божественная стадия. Начальная стадия — животное, финальная стадия — божественная, но посередине должна быть человеческая. Но в стихе описано по-другому. Там говорится «вира». Вира значит не человек, вера значит герой. То есть человеческий путь — это героический путь. Человек проходит по героическому пути. И всегда это один и тот же сценарий. То есть сначала ты спишь, ты живёшь, ты просто бегаешь голышом, живёшь, наслаждаешься, кайфуешь. Ты не думаешь, что какой-то ты там великий человек, и какой-то путь у тебя есть, какая-то судьба, что-то ты должен сделать, предназначение. Ты ничего этого не думаешь. Но потом происходит какое-то событие, которое переламывает тебя. Либо это какое-то трагическое событие, либо какое-то интроспективное событие. Ты вдруг смотришь на себя и задаёшь себе этот вопрос. И вдруг у тебя начинают глаза открываться. Как вот взять, например, Гаутама Будда. Знаете историю Будды? Сиддхартха, принц Сиддхартха. Его отцу ему предсказали, что твой сын будет либо великим царём, либо он станет святым аскетом. И когда царь услышал этот гороскоп, ему это очень не понравилось. И он сказал, что нужно окружить Сиддхартху всем роскоши, чтобы у него было всё идеально, чтобы он никогда не подумал быть святым, никогда не подумал быть аскетом, потому что у многих людей именно это происходит из-за какой-то трагедии в жизни, из-за какой-то боли. Что-то случилось, что-то произошло, то есть твоя материалистическая опора ушла у тебя из-под ног, и раз ты начал задумываться. И вот царь, отец Будды, он принял все меры для того, чтобы маленький Будда, маленький Сиддхартха не задумался об этом. А однажды... То есть они жили во дворце, там роскошь всякая, всё хорошо, всё классно, всё идеально. Но однажды Будда, Сиддхартха, ещё тогда не Будда, просто Сиддхартха, он... Сиддхартха, кстати, слово интересное. Сиддхартха, то есть тот, желания которого удовлетворены. Это можно по-разному трактовать, да? То есть вот у тебя классный дворец, у тебя там всё-всё-всё, там у тебя розы цветут, у тебя тут всё прелестно, всё великолепно. То есть все желания удовлетворены, всё здорово. А с другой стороны Сиддхартха, то есть все мои материальные желания закончены, теперь я пробуждаюсь к своей новой природе. Духовное моё начало пробуждается. И вот этот Сиддхартха, Гаутама, он отправляется, выходит из дворца там, и вдруг он видит несколько таких вещей. Он видит смерть, он видит мёртвого человека, и он спрашивает у слуги. Он говорит, все умрут? Он говорит, мой господин, да, все умрут. И у него такой бум... огромное переосознание происходит. Потом он видит больного человека, он говорит, это все болеют? И он говорит, да, все болеют, мой господин. Потом он видит старого человека, все состарятся, и я состарюсь. Он говорит, да, мой господин, все состарятся. И вот Сиддхартха, который вышел и который вернулся, это было два человека, он глубоко задумался и начал думать. А что? А почему? И как мне найти? Он обнаружил, что мир это страдание у него такое. Вот он из-за того, что он это воспринял, он понял, что мир полон страдания. И он решил искать путь освобождения от страдания. И тогда он стал аскетом. И вот эта героическая, типичная героическая история, которая происходит и во сне, и наяву, то есть она происходит с каждым из нас. Кто-то оставляет огромный такой, трассирующая пуля летит, и оставляет сияние за собой, такие как Будда. А есть люди калибром поменьше, а есть просто поскромнее. Ну не то, что я не сравнив Будду, я говорю, просто как... У них не было такого предназначения, да, вот на весь мир быть известными и так далее. Но, тем не менее, осознали предназначение и прошли путём героя, пронесли свой крест. Соберите все истории мира, они все говорят об этом. Живёт мальчик, не осознаёт, радуется материалистическому существованию. Потом появляется кто-то, человек какой-то мудрый, который открывает ему глаза. Ситуация, которая открывает ему глаза, и он осознаёт свой путь. Потом он сталкивается с испытаниями. И в этом испытании он должен пройти и засиять, либо сломаться и опуститься во тьму. И потом, когда он прошёл испытание, просиял, тогда он спасает мир. Так что один раз мой духовный мастер, он рисовал что-то на доске. И ученик подходит и говорит, а что ты рисуешь? Он говорит, я рисую машину по производству идеального человека. Хочешь узнать, как она работает? Он говорит, да, я хочу узнать. И гору говорит, ну смотри, первое, инициация. Человек получает, он знакомится с духовной практикой, он начинает практиковать. То есть как раз вот это событие, появляется какой-то человек в твоей жизни, который открывает тебе глаза. Пам! Всё, ты уже не тот. Ты уже не можешь вернуться обратно. Дальше. Практика духовных принципов. 16 пунктов. Консолидация своей внутренней энергии. Джедайский тренинг ты проходишь. Консолидируешь свою внутреннюю энергию какое-то время. Следующая стадия. Стадия внешнего сопротивления, преследования. То есть кто-то на тебя, ты проходишь испытания, ты встречаешься с очень либо внешними трудностями большими, либо внутренними трудностями большими. Тебя одолевают какие-то внутренние соблазны, которые, страхи, соблазны, влечения, отвращения, привязанности, которые сталкивают тебя с духовного пути. И вот проходя через вот это сопротивление, а ещё там была стадия выбор пути. То есть выбираешь путь мирянина, либо путь монаха. То есть в миру ты выбираешь свой, как полетит твоя трассирующая пуля, как звезда на небосклоне пролетит. Мирской путь выбираешь, либо монашеский путь выбираешь, как единица ты проходишь. То есть ты определяешься с путём. То есть какой путь у тебя будет, а потом у тебя... Это как раз, то есть начало инициации, глаза твои открываются. Ты узнаёшь, а что мне делать, а как мне жить. На ключевые вопросы получаешь ответы. Второе. Практикуешь и консолидируешь свою духовную энергию. Становишься сильным для того, чтобы встретиться с вызовом. Дальше. Выбираешь путь в жизни. Вот туда пойду, или туда пойду, или так пойду, или я так буду. То есть вот это вот моё предназначение. Обретаешь предназначение, понимаешь, что мне нужно делать. Сталкиваешься с препятствиями, преодолением трудностей. Ну вот если, допустим, поменьше взять неполностью жизненный путь. Например, ты женился, да? Решил, буду женатым человеком. И в семье проблемы начались. И ты, следуя по пути героя, ты с этими проблемами справляешься и просиял. Стал идеальным, очень вдохновляющим семейным человеком. Или, допустим, на монашеском пути тоже вот тренинг проходишь. Это суровый такой тренинг, дисциплина, аскеза. И ты в какой-то момент хочешь сломаться. Ну прорываешься сквозь него и сияешь. И вообще на жизненном пути. То есть ты сталкиваешься с теми препятствиями, которые формируют твою личность, которые формируют твои вот эти духовные мускулы. Знаете же, да, что вот гусеница, когда кокон сплела, и потом уже бабочка получилась. Если ты, когда бабочка начинает выходить из кокона, если ты кокон разорвешь, бабочка никогда не будет летать. То есть природа так предусмотрела, что когда бабочка выбирается из кокона, она должна все свои силы напрягать, то есть она должна абсолютно полностью выдать всё, что она может. И вот всеми своими силами она должна разорвать этот кокон. И тогда её кровеносные сосуды всё наполняется, всё её тело оживает, и она способна лететь. А если ты возьмёшь и разорвёшь кокон, бабочка никогда не полетит. Вот такое вот есть. И вот так же и человек, он сталкивается с препятствиями, и чем характерен путь героя? Он характерен тем, что человек спрашивает себя, как правильно, и подчиняется этому внутреннему зову. Правильно вот так. И он делает это. Трудно ему. То есть идти по правильному пути – это означает идти против шерсти. Это означает идти против, подвергаться испытаниям, подвергаться какому-то давлению внешнему. И потом он это преодолевает, он просиял, и он спасает мир, этот человек. Каждый из нас, на самом деле. Почему этот такой универсальный эпос, как вот Звёздные войны, там, Властелин колец и так далее, это один и тот же, или вот история про Будду, библейские истории – это всё одно и то же. Это одна история про человека, про человека, который становится божеством. Путь от животного, спящего человека, материального существа, чистый материализм, нет никакой осознанности, нету понимания своего призназначения. Дальше путь осознания, пробуждения, и говорится так. Вира бхава сада прапья крамена девата бхавет. Достигая перманентного героизма, человек превращается в девату. То есть как человек живёт? Иногда и вашим, и нашим. Иногда материализму услужил, иногда своей душе услужил. И вот на этом пути ты больше и больше начинаешь слышать. Тебе яснее и яснее вот эта духовная ясность приходит к тебе. И потом ты всё больше и больше принимаешь сторону духа, духовности. Вот когда ты перманентно утвердился вот на этой духовной площадке, да, когда ты слышишь себя, когда ты свой дух осознаёшь, вот тогда ты становишься крамена девата бхавет. То есть ты становишься деватой, божественным существом. И божественное существо как раз способно спасти мир. Так просто намотайте на ус для вдохновения. Меня вдохновляет эта шлока. И в то же самое время и вдохновляет, и пугает. Я понимаю, что этот героический путь – это трудный путь, и по нему трудно идти, и страшно идти по нему. И как вот типичный герой там, где-нибудь фильм «Матрица», да, там, «Нево». Я? Почему я? Почему я? Почему я должен? Классическая история разыграна. Ты, спрашивает его Тринити, ты... Почему ты не спишь у компьютера? Тебя мучает вопрос. И он ей говорит, что такое «Матрица»? Она, да. Что такое «Матрица»? Если ты хочешь получить не на ответ, давай приходи. И вот красная таблетка, синяя таблетка. Давай возьмёшь синюю таблетку, и завтра проснёшься, и как будто ничего не было, но возьмёшь красную. Обратного пути не будет. Это очень сильная метафора. Поэтому этот фильм, ну, столько людей посмотрело, и люди не понимают, почему он так нравится. Но они понимают, что он нравится, потому что он про нас. Потому что он про каждого из нас. И каждый, на самом деле, мечтает проснуться, мечтает пройти, душа его мечтает, пройти через испытания успешно, выдержать испытания тьмой и просиять, стать божественным. Намаскар.